Мне кажется, многие не знают, что это не индивидуальный фильм, что это часть... Да, это часть «Навел», это были большие... Такой был большой проект, который был посвящен в принципе Санкт-Петербургу. Многие места Санкт-Петербург считалось с поэтами. И в данном случае я решила посвятить этот фильм на Иосифе. Расскажите о своей идее, как вы пришли... Можно громче? Расскажите о своей идее, как вам пришла идея, например, сюжета? Я же вам рассказывала, что из-за крошечного сюжета мы решили... Мы хотели вообще-то на самом деле, знаете, как делать? Что существует... Как это сейчас, здесь группа поэтов, среди них был некий ученый, который... Я даже собирала данные... Собирала данные о том, что существует, например, теория обратимости и времени. Есть очень много всяких научных открытий, неоткрытий, но утверждения, там, например, в Санкт-Петербурге был такой профессор гриб, теория обратимости и времени. И вот они перемещаются в 64-й год, тогда, когда случился суд над Иосифом, в эти холодные дни, и действие происходит буквально там в течение суток, они его спасают. У нас совершенно не было бюджета, чтобы переместиться в 64-й год. Пришлось сделать просто сны в павильоне. А снимали... Когда снимали? В прошлом году? В прошлой зиму. В прошлой зиму. В год не было. Снимали очень быстро, да. Я заметила, что вы использовали снижение с Азимфиры, такой же саундтрек, как был последний сказки ритм. Не поняла. Вы используете ту же музыку в фильме? Нет, она не использована была в последний сказки ритм. Этот саундтрек был частично использован богиня. Богиня, точно. Это композитор Игорь Дуэль. Так как он не был использован именно в таком виде, я решила ее все-таки использовать, чтобы эта прекрасная музыка хоть где-то просвучала. Потому что для того фильма богиня, когда он был дебют, собственно, у меня тоже, я использовала не все. Скажите, а кто выбирал стихи? То есть чем вы руководствовались, выбирая какие стихи в русском языке? Вы знаете, там было очень много стихов, но как к кому прилегало? Ну, то есть по степени органичности. Ну, в принципе, там не прозвучало ни одного плохого сотворения. Потому что Иосиф был очень, на самом деле, критичным своим. Историем, особенно молодого периода, первого периода, начального периода. Хотя я не была бы так критична. Спасибо. Вы сказали, что Петербург – это такая ассоциация с файетами. Почему именно Иосиф Градский? Ну, потому что, наверное, он тоже один из моих любимых файетов. Если бы я кому-то хотела обратить свое лицо, я бы хотела, может быть, даже встретиться с ним. Мне сегодня спрашивали, какой бы был ваш идеал мужчина. Я думаю, господи, но среди них, конечно, Иосиф Градский, вот видов вам как Джакье. И мне кажется, он несказанно красивым. Вот такой тип мужчины. Недовата? Вы представляете, недовата. Все-таки Иосиф. Спасибо. У вас сильная достаточно жесткая реакция у нас, что дочка курит. Громче. Что? У сильная достаточно жесткая реакция у вас, как мать, на то, что дочка курит. Нет, но... А вы почему спрашиваете? У вас тоже дочка курит? У нас интересное воспитание. Это достаточно тоже. Ой, я не хочу говорить про эти дурацкие темы, про воспитание. Это же не журнал, а семейный очаг. А что-то в Лондоне планируете делать? В Лондоне я бы так хотела. Планирую. У нас сегодня будет вечером переговор по поводу с его к нам в качестве режиссера. Потому что я чувствую, есть связь с Парижем. Понятно, что там дочь, и режиссер, наверное, платит. Нет, она сейчас переедет учиться в Лондон. А, ну вот отлично. Хорошо. Больше есть связи с Лондоном тоже. Да-да, пожалуйста. Погромче. Вас не смущает, что Бровский сейчас всенародный герой? Что он вдруг... Смущает? Я наоборот рада. Господи, он столько времени был не героем. Ну, мне кажется, что это такое десудное отношение. Сейчас уже никто не понимает, что вообще, чего и как. И как бы все его так коллективно полюбили, как когда-то его все коллективно ненавидели. Для меня это вот такая тема... У вас, знаете, какое-то чувство протеста, наверное, нормально. Да. Потому что мне кажется, что это наш Бровский, а теперь это стал какой-то всердный. И у меня такое впечатление, что не все понимают, о чем вообще идет речь. Мне кажется, я бы на вашем месте поделилась бы Бровский. Я, конечно, понимаю, и если бы это был мой Бровский, мне было бы тяжело его разделить с кем. Это практически невозможно, потому что он гений. А гений, как это ни ужасно, принадлежит всем. Тем более мертвый гений, к сожалению. Насколько вы все увидели, там есть несколько непрофессиональных актеров. Там, кстати, достаточно много непрофессиональных артистов. Я, например, там привлекала питерских поэтов. И там даже за кадром звучали голоса питерских поэтов. Там, например, есть такие жители Санкт-Петербурга. Но, в принципе, все люди очень близкие к искусству и к творчеству. Там не было каких-то прорабов или олигархов, или бухгалтеров. Ну, там были красивые мужчины. Там Алексей Киселёвов, Роу. Они такие красивые образы, они очень доказаны. Прекрасные статисты. Роу – это просто прелесть. Потому что он там прям как пол проглотил, ходил. И весь в стразах. Очень ответственно относился к Роуке. А вы давали им свободу? Вы как такие траты делали? Да. В данном случае здесь была такая задача. Как задача? Такой формат. Я никогда не снимала такие массовые фильмы. Для меня это более-менее массово. При этом, учитывая, что у нас было какие-то 3 гроша. И вот люди все снимались с большим воодушевлением. И мне было очень важно, чтобы в какой-то момент, знаете, у нас оператор был подговорен для того, чтобы, например, взять и отпускать. И оставлять камеру тогда, когда они даже не знали. Такие калинкоры. Потому что, например, когда там подходит до Влада и поговорит этому одному исполнителю «Привет Иосифа», это на самом деле выключено. Ну, они думали, что камера выключена. Но Виторган очень опытный. Актер, он очень быстро просек, что камера включена. И играл уже все равно на камеру. А вы много с ними репетировали? То есть выдавали свободные репетии? Чем-то частично. С кем-то репетировала, а с кем-то нет. И, в общем, там они даже достаточно свободно жили в этом пространстве. Например, массовка, которая перемешалась с вот этими красивыми дамами, и вдруг они превратились в этих террористов-пацифистов, которые хотят освободиться с Иосифа Бродского. Их должно было быть гораздо меньше. Но просто они снимались там на площадке в обломках самолета. И они будут дальше у нас фильмы. Потому что это же какая-то малая часть из большого-большого сюжета. Но они прям прибежали толпой, стали освобождать Бродского тоже. Я не стала это останавливать. Или там кричали Свободу и Осику. Хотя это просто манекенщик. Ну, в общем, воодушевились тоже обстановкой. Так а что за большой сюжет, расскажи. Это будет большой сюжет. Ну, а он будет сегодня тоже, скорее, сказочный. Конечно, мне не очень интересно вот прям совсем идти документальными какими-то шагами. Мне интересно все-таки показать что-то над жизнью. Ну, и вообще думаю, что цель искусства – это как, конечно, вас не пристрелить окончательно, чтобы пришли домой и повесились. Цель искусства – показать вам что-то, о чем вам захотелось бы жить дальше. Вы не пытались проникнуть в квартиру Бродского, там просмехать? Ну, это уже такая документальная история. Нет, не пыталась. Лучше я создам его квартиру. Так как ее придумал бы какой-нибудь воспаленный мозг вот этой альтер-эго, вот этой вот режиссерши. В принципе, очень же часто, что творческие люди говорят с другими. В самом хорошем смысле – обывателями, мещанами. Тоже в хорошем смысле. Такие люди тоже есть. И они их не понимают. И им кажется, что это какие-то сумасшедшие французы. А вот эта фантасмагория, которая у вас в «Последней сказке Левита» была и здесь, она как-то вдруг появилась в творчестве, да? Ну, почему вдруг? Мне кажется, просто ты… Да, было. Мне нравится такое. Волшебство. Да, все-таки мне кажется, что все равно, опять же, вот в моей, ну, в моем версии, мне кажется, я должна вам показать какую-то свою версию жизни, а не ту, которую вы можете выйти из этой двери и посмотреть на улицу своими глазами. Я не хочу быть такой рыбой, которая плывет по воде и показывает всех хищников, которые попадаются на ее круглые глубокие глаза. Нет, я хочу показать вам какую-то свою версию, как я всех вижу и как все будет дальше. А как режиссер, вы жесткий человек, который всегда есть, какой-то свободный актер, он говорит, ну, шум, 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 шум. Вы знаете, я в жизни не жесткий человек, а вот, может быть, на площадке и так. Все-таки для того, чтобы дать результаты, ты должен защищать этот целый зал. Ты должен как-то в каком-то смысле требовать от людей. Я от себя тоже много требую, я от других тоже требую. Может быть, это не нравится людям, которые не могут соответствовать ей. Но это нормально. Второй раз вы замечаете, что вы говорите о носе. А говорите громче. Второй раз замечаете, что вы говорите о носе. Почему-то нос, и опять нос, и опять у вас там... О носе. Ну, потому что у меня там был артист, который обладал категорически маленьким носом. И это была какая-то импровизация, потому что гример, артист, который играл в гример, она сказала, господи, как же он может играть в Гродского, если у него такой маленький нос? Потому что есть сила в каком-то смысле быть в носу. Мне кажется, да. Что с вами мужчины? Ну, мне кажется, у всех. Всех. А к чему вы клоните? У вас что-то с носом? У меня огромная ноги. Иннат, а вы могли бы рассказать, может быть, вкратце, какие-то еще идеи о ваших ближайших проектах? Идеи проектов надо держать в себе, иначе они не состоятся. Это все равно, что говорить о любви на воздухе. Лучше держать в себе. Извините, пожалуйста, вот вы про нос, а я бы хотела про Богу сказать. Я обожаю Горбонию. Она это очень... Да, и у нас просто была снята целая-целая история про этого персонажа, и мне просто было очень жалко, что я не могла это все вместить в эту историю. Она видит, как неожиданно началась и неожиданно закончилась. И, конечно, у этого персонажа будет большое продолжение. С ее корпусом. И в этом Горбу состоит нечто волшебное тоже. Ну, вот в порядке. Как-то как это недосказано? Абсолютно недосказано, это совершенно с вами совместно. И это правда. Скажите, пожалуйста, о продолжении фильма. Актисты будут те же? Основная часть даже. Ну, некоторые исчезнут навсегда. А ваша дочь? Ну, там она все-таки в чрез семьи, и ей надо, конечно, присутствовать. Знаете, как возникла дочь? Нам всегда нужно были бесплатные дети, бесплатные артисты. И вот, пожалуйста, всегда у нас была под рукой Ульяна. У нее как-то были каникулы. Семечная группа сказала, что все-таки нам нужен какой-то еще подростка. И вот вывезли мы подростка на каникулы. И она ведь и заняла свое какое-то основополагающее место. Из-за того, что у меня не было возможности сделать весь сюжет целиком, мы решили сделать один день из жизни подростка. И она просто связала его с моим голосом. А, это она звучит все, да? Да, подойдет себя французским акцентом. У вас похожи действительно голоса. Серьезно? А Ульяна хочет быть актрисой или вообще как она? Не зацепила ее эта история стать актрисой? Ну, вы знаете, она такой прямо головой на съемочной площадке. Мы снимали такой по 15-17 часов. Она вообще не уставала. Но если человек уже воскрылен его, и это его, то он этим занимается. Я не знаю, кем она будет, я совершенно не доблю. А в Лондоне она где будет учиться? В вашем секрете. В лондонской школе. Но потом, хуже, я вам сообщу, кто спрашивает. Потом вам скажу. Когда уже все будет точно. Слушайте, а где же мужчина здесь, в этой Англии? Я сейчас посчитаю, сколько здесь мужчин. Раз, два, три. Бегите руки. Наши сидят здесь. Жизнь. Как успех. А вы, вы тут лазаете по ночам. А у вас на других встречах с отношениями еще на женщины иное? Как вам сказать? Ой, не обижайтесь, пожалуйста. Видали, товарищи? Обиделась. Кто? Ну, наверное. Это ее броски, выходцы треснят. Она бы сразу ушла, если бы она обиделась. Видимо, там люди. Не обиделась? Она всегда уходит. До сих пор она уходит все сильнее и сильнее. И достаточно демонстративно. А вы сами пишете стихи? Нет, кстати. Единственное, стихи я однажды написала, и все, на этом я закончила. В детстве. Нет, отдельно раз только. А то не понять даже. А вы помните эти стихи? Ой, я тоже буду их держать в секрете.